Всем пламенный привет! С вами Скраппер и этим видео я открываю новую рубрику на своем канале, в рамках которой буду делиться с вами весьма странными и необычными новостями, которые на первый взгляд могут показаться наивной шуткой, но на самом деле являются результатами исследований целых научных сообществ. В общем, сейчас вы сами все поймете. Поехали! Биологи обнаружили, что осьминоги шлепают рыб. Погружаясь в Красное море, ученые наблюдали, как осьминоги раздают рыбам чувствительные тычки с щупальцами, то ли наводя порядок среди них, то ли просто со злости. Умницы-осьминоги способны использовать жалящих медуз в качестве оружия, а рыб привлекать к совместной охоте. Временный союз позволяет извлекать пользу из особенностей анатомии, локомоции и способов ловчей добычи, свойственных обеим сторонам. Однако руководящей стороной в нем остаются именно головоногие, раздающие подопечным рыбам чувствительные тычки, если те ведут себя неподобающим образом. Объединение множества сторон создает сложную сеть взаимодействий, в которой может возникать дисбаланс между вкладываемыми участникам усилиями и получаемой им выгодой, что приводит к появлению партнерского контроля. Чтобы осадить взорвавшихся, осьминог совершает быстрое взрывное движение, направленное на конкретную рыбу. Несколько таких шлепаний биологам удалось зафиксировать на видео при погружении в Красном море, где они наблюдали за кооперативной охотой осьминогов и различных местных рыб. Активные тычки требуют сравнительно небольших расходов энергии со стороны актора, то есть осьминога, но моментально влияют на цель. Это позволяет головоногим удерживать порядок среди рыб и управлять их движением. А в случаях, если рыбы вовсе не участвовали в охоте, осьминог может отогнать их от добычи, раздавая шлепки направо и налево. С другой стороны, подобное поведение не всегда удается объяснить прямой необходимостью. По крайней мере дважды его наблюдали вне всякой связи с охотой. Ученые выдвигают этому два возможных объяснения. Во-первых, шлепание может быть формой наказания. Небольшой вклад энергии со стороны осьминога производит серьезное воздействие на неправильно ведущего себя партнера, стимулируя его к сотрудничеству в дальнейшем. Во-вторых, осьминог может просто сердиться. Осьминога совершенно не интересует выгода. Он раздает удары от злости, стараясь просто нанести ущерб. На этом, друзья, данный ролик подходит к концу. Если вам понравилось это видео и в целом интересен такой формат, дайте мне об этом знать своим лайком, комментариями и, конечно же, подпиской на канал. Следующий выпуск появится уже совсем скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok